Девушки отдыхают Девушки отдыхают Яйца с сахаром И такое печенье в итоге получилось Ты уже пробовала? Ты принесла даже попробовать? В детский сад ребенку Вот Давидка понес в свой детский сад печенье У них сегодня деревенские посиделки Они будут сегодня, видимо, у самовара сидеть И частушки петь Вам на печку пусть затопят И снег уберут Сейчас мы подизмельчим чуть-чуть Ты пробовал уже это готовить? А ты какие предпочтаешь помидорки покупать? Тогда не найдешься. Вот какие, ташкентские, не ташкентские, лесосибирские. Мне кажется, они уже сезон прошел, они все уже пластиковые. Я думаю, ташкентские это хорошо подходит. Вот эти на вид, как пластиковые. Да, это специальные для кетчупа. Самые дешевые. Ага, чтобы кетчуп вкусный был. Так, у нас еще есть сахар. А шкурка? Соль. Шкурку ты не будешь убирать? Да он никогда ее не убирает, Катя. Что же у меня тут с этого напали? Ну, кетчуп, это же должна быть какая-то нежная такая вот консистенция. Мы с тобой каждый раз ему это говорим. Не доходит. У него очень... Слушайте, знаете что? Есть кетчуп татарский, да? Есть кетчуп Адмирал Ушаков есть такой кетчуп. А есть у нас Антоновский кетчуп. Вот знаете, у нас 5 дней в неделю программа идет. Вот выбирайте себе любой день и готовьте там так, как вы хотите. А от меня, пожалуйста. Вот то, что ты нам приносишь рецепты, которые ты сам дома делаешь, все получается божественно. Ты вообще сюда сложил, это не для этого вообще чашка была. Соберись, Антон, соберись. А ты будешь блендерить до тепловой обработки или после? Ну, конечно, до. Ну, как, 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 как? Ну, по идее, после... А, они же поварили, полагается, у нас еще тепловая обработка. А, уже Катя надела эту штуку, давай. Давай, Катя, продолжай. Блендерить? Так у тебя тоже такая штука есть, а у меня еще съемки сегодня. Таня, как он тут у тебя функционирует? Вот он, вот смотри, вот у него турборежим. И понеслось. Максимум 30 секунд можно пользоваться. Почему? Иначе сгорит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, каша хорошая получается, смотрите. Какой крутой тебе блендер. Серьезно? Тысяч 10 стоит. Сравнить не с чем. Это мой единственный первый и пока что последний. Ой, смотрите, уже получилась у нас каша малаша. Кетчуп готов. Цвет только у него какой-то, знаешь. А, знаешь, натурального кетчупа цвета. Не вот этот вот химозный магазин. Да, это пенка просто, пенка. Мы же еще вываривать сейчас будем. А мне нравится. Ага. Такой медитирующий процесс. Медитирующий процесс. Медитирующий меня. Прекрасно. Так. Сейчас проверим, что там внутри пробрандерило. Подожди, мы правда варить не будем, что ли? Да будем, будем, я вам говорю, вываривать будем сейчас. Убирай. Можно я еще поделаю? Сейчас, подожди. Да, хорошо измельчила. Нормально? Пойдет? Давай. Давайте сейчас ставим на огонь. Это все дело будет у нас немного вариться, а потом уже будем добавлять в процессе всякие специи. Сейчас прервемся. Ну и тут, собственно, все скучновато. Мы смешали картофельный крахмал, который продается в виде порошка с водой. С небольшим количеством. Добавили вот сюда всякие травки. Может, поменьше сделать? Сейчас я уже сделал поменьше. Я предлагала. Я ему предлагала. Он сказал, нужен экшн. А-а-а! А-а-а! Я предлагала убавить. Катя, так взяла бы, да убавила. Ну что значит, предлагала она? Ты же главный, ты рулишь. Предлагатель. А что там такое свечи? Крахмал. А, это крахмал не хочет растворяться. Сейчас все растворится. Надо, наверное, крахмал было отправить туда как-то тоненькой струйкой, помешивая. Мы его туда жахнули, и он теперь... Сейчас я сделаю. Не переживайте. Обжегся? Нет. А рубашку стирать придется. Нет, все чисто. Грязно. Это ерунда. У меня глаз наметан на пятнышки. Вот и постираешь. А почему крахмал так себя ведет, ребята? Почему он стал такой твердый? Я с ним не связывался никогда, поэтому он себя так и ведет. Более того, у меня в детстве была аллергия на крахмал, и моя мама, прежде чем сварить суп или, допустим, картофель на пире сделать, она вымачивала в воде картофель, чтобы весь крахмал ушел в воду из картофеля. Сахар добавляем. Мое единственное соприкосновение с крахмалом, это когда драники делаешь, натираешь картошку, я ее оставляю в дуршлаг, ее складываю, оставляю, выжимаю, и вот из этой жидкости потом образуется крахмал на дне. Верхнюю часть жидкости сливаешь. Слушайте, режиссер, подойди ближе. Да, я не подойду ближе. Не подойду. Вова, ты там видел, что-то творится у него? Ты-то за стеклом сидишь. У него там вулкан, извержение какое-то. Так. Это же шоу-то. Как ты хотел? Пахнет очень вкусно, по крайней мере. У тебя там такой комок этого... Пахнет вкусно, но не кетчупом. Пахнет лагманом. Ну-ка, да. Серьезно, вот восточным супом. Да, кстати. Потому что там мак сильно похоже. Кальмар приготовили из-за кетчупа. Бюджетный. Это тимьян, наверное, дает вот это вот. Или хмелесу, ну или что-то. А еще знаешь, чем пахнет? Есть итальянская похлебка с морепродуктами. Да, да, да. Да. А как она называется? Так и называется. Так и называется. Мидии, сюда кальмары. Сейчас мы вам сделаем как в перцах. А зачем ты вообще туда крахмал добавил? Убери ты его. Ну так по рецепту полагалось. Как будто вата какая-то. Крахмал? Покажи, как крахмал выглядит. Крахмал должен был загустеть это все дело. Ой, ну это же кальмар вообще. Посмотрите. Эээээ! Кишка. Что вы накидали в мой кетчуп, пока я отвернулся? Фу-фу-фу. Катя, ты специально, чтобы не получилось? Не срослось у нас с крахмалом. Придется его вытаскивать. Да нет, как раз таки срослось. К сожалению. Выглядит не очень. Он сделал свое дело, все загустело. Я пробовать не буду. Это я точно говорю. Да почему? Нет, вот это можешь не пробовать, а кетчуп попробуй. Он очень вкусненький получится. Жаль, нет у меня сосисочки, чтобы ты макнула туда в этот кетчуп. Сосисочки. Я думаю, уже через минуты полторы будет готово. Я-то просто понимаю свою обреченность, что мне-то придется пробовать. Вы видели, что у меня тут? Я думаю, готово. Сейчас нам остается только косметика. Вывалить это все в блюдце и... И выкинуть. И скормить это Кате. Нет, дать остыть, чтобы попробовать. Всем вместе. Нет, не за это. Ты пьешь пробиотики, тебе не страшно. Нет, не хочу. Завтра не выйдем на работу. Все вместе. Ну что? Мне кажется, слишком сильный огонь. Мне кажется, как будто я на какой-то кухне азиатской сейчас. У меня же такой аромат здесь. Я лакман захотела. Все, я думаю, выключать можно. Давайте вот эту вот белую тарелочку сейчас мы... Можно я за то, что я дала тарелочку, не буду пробовать? Нет. Вы все обречены. Стоило попытаться. Нет. Смотрите, ну, натуральный кетчуп. Ну, просто вообще... Если бы вываливаются клецки. Не без этого. Как говорится, первый кетчуп с комами. Антон, мне кажется, это первая такая вот рубрика твоя, когда я реально ни за что... Ни под каким предлогом не буду это пробовать. Ни под каким соусом, да, не возьмешь? Подожди. Стоит каким соусом я этот соус пробовать не буду. Итак, смотрите. Вот, все, без крахмал... Все, все, я убрал. А без крахмалил? Я убрал. Давай нам прибор. Да дело-то сделано, понимаешь? Впечатление получено. Эй, страшно. Ты же не знаешь, как готовят у нас на кухнях в ресторанах, правильно? Я знаю. Примерно так же иногда. О! А чего ж ничего, кетчупа, хоть бы хлебушек приняла. Хоть бы хлебушек. Ну, принесла бы, печенье она стряпает. Так ты мне что сказал? Ты мне сказал, принеси блендер. Я принесла хлебушек. Ты же должна была понять, что что-то будет сбивать. Да все. Это... Ну? Перец? Да. Давай, на счет три. Раз, два, три. Это вкусно. Прекрасно. Это вкусно. Сладковато немножко. Сахара переборщил. А так уже не гигиенично. Замечательно. Ладно. Можно реально как суп есть. Давай, Таня, попробуй. Да нет, я вам на слово верю. Не страшно, попробуй. Нет. А с красным перцем, да, чувствуешь остриночку небольшую? Нет, он же сладкий. Таня, попробуй. Не могу я себе этого позволить. Да почему? Ну, не могу. Почему? У нас получилось что-то среднее между кетчупом и гаспачо. С крахмалом. С крахмалом. С крахмалом связал в язык. С крахмалом разобраться, и все будет четко. То есть он бы и загустел его нормально, да, чтобы кетчуп такой вязкий был. И, возможно, вот такими комочками бы не было. Я просто с крахмалом не умею. Попробуй, попробуй. На вкус это приятно. Попробуй. Вкусно, правда, тебе говорю, честно. Таня, либо ты пробуешь. Либо мы... Давайте дальше смотреть нашу программу. Выкрутилась. Спасибо. Спасибо.